Татьяна Паниковская Здравствуйте, если вы имеете ввиду тот, который выросил из куточки, из Сибири от Железова Это канал нашего друга Павла Тарценко В этом году, первый год, были опылители и плодов намного больше, чем ранее Конечно, отправьте, вы имеете ввиду ко мне Вот на фото видно, где удалены центральные проводники на всех трёх странах И вот сейчас не менее пяти метров Думаю, Валерию тоже будет интересно посмотреть на лица Фу-фу-фу, ещё бы Я этим только и живу Иначе зачем я вообще живу на свете Сорт не скажу, но у него особенность Коран зеленоватая, а на других коричневая Вышневогорск Вот так вот Мне этот пример понравился Не знаю, как вам Подскажите, что за сорт абрикосов? Фу-фу-фу пришлала сестра, живёт в Северном Казахстане Я ее завалил с санцами абрикосов Сеянцами Сеянцами Бирка потерялась Теперь у меня спрашивают Кстати, это сеянец из косточки Очень сладкий и очень ранний Размером со спичечный коробок Из косточки 100% Косточки от ваших абрикосов Вот Ну, кто такой Алексей Калюсей, вы знаете Один из первого десятка Садоводов-любителей Подчеркиваю, любителей Из-за ученых Я пока знаю только одного Кого можно рядом поставить Ну, может быть, Крамаренко Она длинным путем шла Которую можно не взять Нашу компанию На особицу, но, по крайней мере Не это самое Заслуживает уважения Ну, естественно, что Того же самого Ваулина То есть Крамаренко Ваулина Остальные, я уже не знаю Иных их нету Те далечие Вот А Алексей Калюсей С первых десяток Садоводов Еще кого назвать В этом десятке Пожалуйста Калила Тинкова Вот Еще назвать Козел Еще назвать Хватит пока Так Итак, смотрите Из косточки Точно Сто процентов Косточка От ваших абрикосов Посмотрели? Алексейка, доверяете? Заставил сестру Сбехать в магазин Взвесить абрикос Пишет Пятьдесят грамм Вот так, Сенис Получит другого Сортового Прилитого Ну что? А какие это дикари? Эй, в тебе резвики? Господи, жаль, что Это так удачно было взять Закрыть глаза на все И сказать Мы будем дальше дремать Иногда мы проснемся И скажем Этого не может быть Пройдет год Да там уже Ледовских учеников Этого не может быть Все И тут же цитату Цитату еще раз покажу Тарам-тарам-тарам Да Вот вам месеянцы Спасибо, Алексей Иванович Вот вам месеянцы Все бы такие были Причем 50 грамм Я уже не удержался И продолжаю И продолжаю Вместо того, чтобы провести Нормальный Этот самый Вебинар Мой пирожай абрикосов Крупные королевские Примитые Мелкие сыновья манджурца Это Тюмень Сама не верю Видите, не верю По вкусу медовая Вкусы Это где? В Тюмени Самая Это самая Таежная Как бы сказать Глухомания Абрикосовая глухомания В этом году отдыхали В Дагестане Даже там таких Кусых абрикосов Не ел Спасибо вам большое Я рассказывал Я видел фильм Я его комментировал Срывают практически зелеными Иначе не довезешь Поэтому то, что мы ели Это надо было в частном саду Дождаться пока созреет И тогда только Вас угощать Я боюсь, что вас угощали Как бы сказать Плодами из промышленного сада Ирина Искакова Пожалуйста Вы думаете, это все? Внимание Вы думаете, это все? А Вот вам сеянцы А вот вам привитые Там-драм-драм-драм-драм-драм-драм-драм Чего трудно было Нависаживая Сетя в наше время Эх вы Фидосеева Опыт новичка Подтверждаю в фотографии Ваши слова Что из горшочков Сеется абрикос Сеется Надо высадить ранней весной Причина в том Что корень растет Быстрее стволика На фотоабрикос И его корень Спирально располагается Под 2 стаканчика То есть он был вынужден Вот так вот Корень длиннее стволика На 500% Слив корень оказался длиннее 2-4 раза Закопать корень Дело в том, что Задача трудная и долгая Вывод Высаживать ранней весной Наполнительные причины Все те сеянцы И стаканчиками Или неназреную Древесину стволика Замерзли зимой Весной просто заново Насили рост От пробудившей Прикрыл почек Но не все Треть переживала зиму За 2 года У нас готовый рост Но год потерян Ну а результат Вот он Устраивает А это Господи 101 грамм Ну тут что Совсем обнаглели Уже Скоро я то буду Уже 8 или 10 Ну что это такое Это какая наглость Ну Ладно Вы меня понимаете Мои чувства понимаете Это мои дети И вы мои дети Вы мои Садовые дети Все кто Мне прислал Вот такие фотографии Ну Вот эту фотографию Западноукраинский Питомник Присвоил Присвоил И написал Что вот этот человек Поверь не называя Ну может это Вот этот человек У них купил сажен И вырастил вот это У них я купил сажен Это Где-то Самая западная Украина Вот эту фотографию Красуется на их сайте Вот вам и 30-летний Видите Опыт 30 лет Коту под хвост Вот Ольга Исакова Ну и подводим В итоге Ольга Исакова Ответила Юре Юре Брат Исакова Русской Академии Вот Почему Дважды проходили Но у меня Вот все что выше Надо же Питок подвести И так Она Цитирует Не себя Откуда это все знать Зато это было истинно Запечатленное В скрижалях Если бы у каталога Было написано Что костика от сортов Это было бы честно А вы продаете Костика от свободы В перекрестном Пыление сортов Как сорта Если королевский Академика 100-граммовый Аплит академика А академик 100-граммовый Аплит бай А бай 100-граммовый Аплит Фаину Но она права Рядом там Маньчжурцы И вот получается Обманки шарлатанцев В чем она заключается Вы видели Десяток фотографий Я у меня целая папка Я так до конца Долистуть не смог Сильно много Вот Все мое шарлатанство Что вместо 100-граммового Может вырасти 60 грамм 70 20 30 50 50 40 Вы представляете Но она-то пошла дальше Не передаются Сортовые качества При генеративном Назваживании То есть Когда мы садим Косики Вот не передаются И все И Ваулин Остановился Он еще добавляет Что Подвой Спортит К тому же И Она дальше Цитирует Не себя Я просто Нашел эту цитату Из этих Косочек Не сожда Вырастут А дички Жердели А люди Мы верим Выкладываем За них По 100 Тысячу рублей Вот Написал Мы хоть По 100 Рублей И то Это было бы Неправда Потому что Старикам По 20 Ветеранам По 20 Новичкам По 25 Ну зачем Было про 1000 Писать Чтобы Меня с проклятием Послали куда-нибудь Ну без подлости Нельзя было Ну обиделось Что Скнули Носом Что Нельзя было Калечить деревья Нельзя было 4 толстые ветки Отрезать У молодой Груши И вместе с этим Отрезать 70% Кроны Только потому что Глаза Резают Сильные Низковетки Их надо было Отрезать Оставить И с количеством И вот Из-за этого Свербор Чтобы Отомстить Ну я Теперь Продаю Рейти Я вам показывал У меня Треть Миллиона Косточек Они предназначены Для всей России Плюс еще Для острова Шпицберген На хранение Там хранят Эти Наши десятки Наши десятки На сотни лет вперед Вот Приветствую Мерзлоте И туда Надо еще Вот для этого Да Я знаю Через 3 года Их выброшу Я продам Но не треть миллиона А Десятую часть От этого Да И столько Не продам Вот Ну зачем Было Вот это Вот А Как сделать Вот это Надо брать Спецназ Посылать Власть Надо иметь Чтобы Вот так Вот руки Вот так Вот В эти Кандалы И чтобы Привести И сказать Вот ты будешь Сидеть Пока все Это не прочтешь Все вот эти Фотографии Мы тебя Не отпустим Прочтешь Видела Видела Вот теперь Спократик Сам С ключами Отперли Эти Самые Кандалы И теперь Иди на свободу Может Чуть-чуть Получше Больше Относиться К тому Чего Понятия Не имеешь Вы же не даете Размазать Все это Помните Наши Агрономы Сколько людей Мне про это Написал Не будут Расти Мы пробовали А ты Даже Не попробовала И твоя Напарница Тоже Не попробовала Специалист По люпинам Ну что Такая Люпина Залез Оказывается Трава И какое Отношение Трава Имеет К абрикосам Вот такая Подлость И наколчка Тысяча рублей И самое Главное Сколько Презрения В этом Вы хотите Чтоб я Уважала Вашу команду Ребята Уважайте Никуда Не денетесь Дело Избранный Избранный Круг Но У нас Есть люди Которые Просто Пришли Получили За компьютер За телефон Просто Получиться Давайте Я как раз Это Вы Прочнете А потом Может быть Другой раз Может в другом месте Я Фильм С братом Штампуем Сотнями Десятками В любой Месяц Посмотрели Потом Еще можете Раз Включить Компьютер Или Телефон Вот Значит Что Сделал Я Почему Помните В начале Показал Черный Слип Вот Ну Честно говоря Показал Венгерку Но Если не придираться Это почти одно и то же Нет Не одно и то же Но Один тот же вид Купил На рынке Пишет Ваулин Тот самый Директор Шикарнейший Чем на слив Сеял Косточки посеял Сделал Какой-нибудь слив Пусть среднюю По качеству И несказанно Удивился Когда сеянцы Дали неплохие По качеству Но Жердели Такие В данном случае Гердели Чего-то слива А жердели Чаще То есть к абрикосам Но он имел ввиду Жердели Как широкое понятие Ну Типа Самосев Человеки Плоды Вот так Какой подвой Такой плод Естественно Что У него Вот этот момент Да Покупка Шикарнейших Вот абрикосов Шикарных На рынке Не найдете Почему-то Вот А Сливы шикарные Сплошь и рядом Протеста 120 грамм Я даже 140 граммов В руках держал Сливы Вот Действительно Косточку съел Посеял Но надо Тогда Заниматься Селекцией Вот у него Не получилось У Самого Директора Несут И не получилось Вот Как он пишет Сеяться дали Неплохие Но Жердели То есть По качеству То есть Кушать их Можно было Но видимо У шикарнейших Вот такой Скорее всего Получился Вот такой Вот Ну и Дальше Переписка Не закончилась Александр Закончим Потом Когда вы Получите Ответ